всем привет так сегодня у нас немного урезанная программа начнем сразу с ртс потому что по статистике всем интересно только ртс остальное так постольку поскольку значит опять же начнем с контракта вот протестировали на этой неделе 141 закрепились вот немножко там объемом конечно далее вот значит опять те кто пропустил локации на весь контракт вот эту локацию нужно выделить она до конца контракта будет полезно 124 там с копейками а диапазон покупали очень активно что мы видим до начала июля рано кросс теперь у нас если видите я выделил диапазон 138 100 138 800 не зря потому что как раз эти две торговые сессии которые создали объемную активность вот а пока что с реагировали таким резким ну как не то чтобы резким но таким выстрелом и сегодня мы как раз застыли на этом диапазоне то есть это будет переломный период в принципе я думаю с пик до конца сессии покажет примерно направление то есть куда смотрит америка вот сегодня вроде вышла неплохая отчетность по джиннел электрик то есть если не ошибаюсь и голдман сакс тоже неплохо вроде отчитались на этой неделе вроде то есть вроде отчеты идут более менее возможно не нарисованные или неправильно но вроде как статистика по компаниям выходит неплохая значит сейчас у нас самый топовый левел это 133 500 135 100 естественно мы отмечаем байерским так как все вот эти вот пять торговых сессий сейчас распределяется на покупку вот даже если будет какой-то супер волатильность да вот этот последний барьер для байеров то есть если могут все-таки удерживать котировку выше 133 135 вот то есть это последний рубеж если этот диапазон будет пробит ближайшее время то будет начинаться нисходящая динамика вот 138 грубо говоря 139 вот сейчас у нас индикаторный барьер вот в принципе на него ориентируясь а пока что вот закрываемся здесь если сэнпи сегодня дальше пойдет снижаться то естественно защита этого уровня уже отменяется то есть в принципе если бы защитили то мы я думаю пошли бы на следующей неделе тестировать выше но посмотрим как сегодня сэнпи отторгуется потому что сэнпи хочу вам показать по контракту сейчас сэнпи где у меня тут сэнпи по контракту вот такая вот интересненькая ситуация то есть вчера очень очень объемно сэнпи разместилась то есть два дня то есть на ртс вроде обратная ситуация на сэнпи вчера очень объемно разместились это вызвало некую как бы такой опасность для покупок то есть даже если они зафиксировали покупки то коллекционный момент будет такой себе то есть в принципе есть у нас вот немного видно такой восходящий канал да то есть если в нем удержатся до конца торговой сессии посмотрим как будут открываться понедельник то есть в принципе зависит движение по ртс у как закроется сэнпи в принципе удержится ли он выше 1360 по сэнпи также как и по ртс 1343 по 1353 топовый диапазон тоже отмечаем пока что на покупку но видите и ртс и сэнпи тестируют аккуратно хай то есть очень 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 аккуратно вот как будто не уверены дальше в движении вот но пока посмотрим то есть если сэнпи удержится выше 1360 1355 есть какие-то надежды на продолжение роста вернемся опять к ртс у потому что сэнпи я показывал специально чтобы показать что в интересной ситуации вот хотел вот начинает вроде рваться наверх сэнпи отлично отлично вот хотел показать по европейскому индексу там ситуации крайне плачевная очень жестко упал фиосыкс на этой неделе практически застыл на уровне топовых своих объемов то есть если на следующей неделе он завалится ниже естественно мы будем видеть нисходящую динамику до открытия америки на следующей неделе то есть так как мы в принципе первую половину торговой сессии привязаны к фиосыкс вот поэтому ситуация вот такая плачевная то есть очень не хотят покупать проблема в европе резкая такой скачок то есть это такой хороший дисбаланс в сторону предложения и посмотрим но не вижу здесь крупных открытий да то есть принципе ликвидность на уровне обычной вот то есть если сегодня ликвидность была достаточно высокая можно было бы уже рассчитывать то есть примерно вот до вот таких пиков да как здесь а вот то но сегодня ликвидность не слишком высокая то есть возможно это просто какие-то коррекционные моменты но сигнал поступил то есть уже присматривайтесь непосредственно первую половину сессии к фиосыксу то есть ситуация не очень хорошая то есть пока я с пищу держится еще не слишком открыто упал да то есть так немного ну как раз вот это снижение на сэппи было на во время торгов европейских бирж вот значит по ртсику где у меня тут ртсик сейчас одну секунду я тут лишние настройки уберу чтобы вас не смущать а то вдруг не поймете так одну секунду так это надо убрать людям показывать нельзя так значит 5 минут поставлю так будет лучше значит по неделе по открытому интересу была интересная такая ситуация вчера и принципе 3 недели вот добавляем открытый интерес вот то есть в принципе мне было интересно вот эта ситуация 18 числа мы практически вот сильно видят по объемам у нас ядро на уровне 138 139 и 19 числа неплохо рос открытый интерес на естественно сильном движении вверх но как мы видим пик уже был пик открытого интереса на резком снижении то есть это нужно было прочувствовать тут неплохие объемы кстати оставили вот 141 200 19 надо было продавать смело там просто по сценариям все было отлично вот в принципе снижается индекс ртс открытый интерес потихонечку тоже снижается то есть продажи скорее всего потихоньку кроет относительно открытий то есть вот у нас пик открытия да потихонечку закрывать на снижение позиции возможно это вызвано закрытием позиции перед выходными потому что все знают что такое ставить их на выходные позицию по ртс и поэтому возможно это вызвано именно этим а не тем что закрывают продажи то есть ну посмотрим вот диапазон индикаторный диапазон 138 139 здесь на этой неделе был оставлен самый самый топовый объем вот в принципе если под это дело понедельник уйдет то с покупками будет уже проблематично работать а вот отметим также сейчас объемные места на этой неделе по ртсу сейчас настрою здесь и вам покажу так как вы видите очень объемный лоу да здесь достаточно активно потихонечку закрыли позиции вот так 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 сейчас это все переведу в человеческий вид значит 140 с половиной по 141 с половиной у нас объем на продажу да то есть этот уровень может быть сопротивлением на следующей неделе даже если все таки байеры 138 139 удержат да то если вы будете покупать этих диапазонов предельно аккуратно следите за диапазоном 140 с половиной 141 500 вот то есть здесь могут быть баталии вот все таки хай байеры будут стесняться покупать если это если мы еще увидим 141 то есть еще не известно посмотрим как и сын пи сегодня закроется видно что объем на тихонечко сегодня закрылись то есть но не гиперобъемно но тишки тишки частично позиции перед выходными закрыли вот этот диапазон обратите внимание сильных покупок вот 17 числа вот здесь такой блок объемный вот его уже раз удержали то есть это было 18 здесь добросали объем и пошли выше а вот то есть ну я уже сказал что 138 139 у нас как индикаторный диапазон если удержимся выше будем пробовать становиться на какой-то восходящий тренд если нет то покупки могут быть небезопасным также сейчас еще сразу отметим с н пи объемные места ну вот мы вроде потихоньку их на 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 с н пи сейчас расширяющийся такой треугольник формируется вот в принципе если не пробьем 1366 могут пойти ниже то есть посмотрим видите как формируется треугольник объемные и по верху и по низу набросали объемов и между ними сейчас торгуется ну вот вроде не хотят 134 пробить посмотрим сейчас еще 20 минут до получаса значит место где было объемные ртс и сн пи вот это у нас система то есть это стоит заметить отметить 13 41 по 13 48 возможно вызовет поддержку на следующей неделе если все-таки будем корректироваться а сейчас идет баталия с минус развитием 13 58 по 13 64 вот сейчас как раз но решается если байер удержит вот этот диапазон то будем вот так расти да то есть вверх если все таки пробьют 13 58 3 64 вот то уже будет нужно работать в покупку аккуратно и смотреть тихонечку в нисходящую динамику то есть в принципе значит у нас диапазон продаж у нас в основном самый топовый такой 13 69 13 73 здесь размещали в 19 числа шарты вот ну естественно топовый диапазон нас на уровне 13 47 с копейками но здесь как видите по времени не так долго размещались объемы а то есть они менее приоритетны нежели 19 числа вот этот уровень поэтому если у вас и будут покупки до относительно на диапазона 13 64 давайте так взял чтобы запомнилась 13 58 13 64 вот если все таки смп удержит я думаю остановится где-то в этом диапазоне а вот то есть вот это нужно будет смотреть если это поддела пробьют наш сети 13 73 будем дальше расти нет будем на следующей неделе работать продаж то есть это по снт так теперь евро где-то у меня был тут дневной вот у нас значит ну евро там все все снижаемся снижаемся вот как вы видите мы пробили лоу сегодня еще раз то есть вот эта локация на данный момент сейчас вот мы выделяем 12 на 22 45 по 23 с копейками то есть относительно этого объема евро не видно спроса особо не было вот и в принципе минус развития удержали то есть объем размещался работали активно селлеры пока это диапазон не будет пробить я не рекомендую покупать евро то есть только за 23 пока не выйдут за 23 хотя бы 24 тогда уже после корейцы можно будет что-то искать но это если долгосрочно не советую пока работать в покупку во первых увеличилась волатильность но в принципе пока вы не увидите вот такую группу торговых дней да когда 33 дня простоят вот так вот с очень крупным объемом тогда это может послужить какой-то площадкой для покупок вот долгосрочных пока этого не произойдет все покупки будут сомнительны и рисковые то есть еще на рынок не вошел крупный объем который может сейчас толкнуть котировку выше даже если это расценивается вами как вы на стопу стопиков 23-24 вот пока сюда евро не выйдет и не закрепиться покупках не советую даже думать то есть ситуация достаточно опасно много банков прогнозировали рекомендовали держать до 1 и 2 евро то есть то есть вы они видели в этом контракте то есть до августа что евро будет 12 осталось недолго тут буквально 200 пиков пройти пиков пройти это можно сделать за неделю следующую вот и там возможно будут какие-то коррекционные моменты поэтому чисто спекулятивно внутри дня еще можно какие-то покупки мелкие открывать но среднесрочно или же долгосрочно опасно так где значит отметим по евро ситуацию внутри торговой сессии то есть сессия недели как вы видите очень объемное ядро то есть примерно с 22 40 по 23 весь этот объем сейчас толкает котировку ниже то есть относительно этого диапазона опять же как видите все лоу да все нижние уровни были объемные поддерживали котировку чтобы собрать мелких трейдеров то есть новеньких неопытных трейдеров здесь собрали очень большое количество контрактов вот и как видите скорее всего будут скоро срабатывать стоп ордера и это еще может толкнуть еще ниже котировку вот поэтому с покупками будьте осторожны а вот 22 40 23 единственный уровень с которым вам придется на следующую неделю работать потому что остальное все вверху вот состоя с одной точки зрения покупать опасно да и продавать уже поздно то есть ситуация такая чисто работа спекулятивно внутри торговых сессий не все вот посмотрим как закроется пятница но если все-таки мы выйдем за пределы 1 23 на следующей неделе будет шанс да по покупать там евро но пока что вот мы ушли ниже даже понедельника то есть ну уже мы смотрели на интервале один день вот так золото где-то у меня было тут золото уже открыто значит у золота сейчас сужается диапазон вот у нас контракт значит топовая цена за контракт 16 19 как вы видите ликвидность очень-очень не такая как в начале да то есть у нас ликвидность по золоту про практически на глазах снижается естественно самый топовый диапазон не пробили да здесь были до достаточно хорошие моменты для открытия позиции шорт вот в конце июня и у нас вот есть некий диапазон 15 49 15 60 который вот два раза уже защищали в покупку то есть вот у нас байеры торгуют удерживают диапазон и возьмем где-то 16 10 по 16 30 это у нас целлеры но естественно сопротивление чисто технически у нас сужается сейчас диапазон вот можно так грубо даже нарисовать вот и скоро мы увидим как бы увеличение волатильности посмотрим и объем очень крупный вот мы видим что сейчас это скорее всего а самый крупный объем в контракте то есть хоть и пиковый у нас на 16 19 но здесь очень много размещаются и очень крупно я думаю выход из этого диапазона то есть если пробьют 15 60 15 49 естественно мы увидим очень длительный нисходящий тренд и от такой объем я думаю будет влиять на на несколько недель движения по золоту ну и в принципе если кто зарос то у вас есть 16 10 16 30 сопротивление очень объемная то есть ребята которые еще в начале контракта оставили здесь продажи как мы видим да они уже раз защищали этот диапазон могут это сделать еще раз так так ну и и для галины немножко нефти но там ситуация не интересная где метод нас минут интервал у у нас нефть с 87 до 93 подросла объемная у нас размещались вот вчера и сегодня 91 с копейками по 92 обратите внимание что вот этот объем уровень да грубо говоря минус развитие на покупку то есть активные покупки пока что удерживают то есть если нет относительно 91 удержит то будет продолжаться восходящая динамика единственно со своей покупкой быть осторожны вот у нас объемный диапазон который пока что и откорректировался и в принципе вот мы видим технически защищали видно даже по кластер профайл вот то есть покупка будет если вот это все дело будут защищать вот S&P начало снижаться все таки видите 1364 не пробили вот ну вот как бы посмотрим ну ситуация на S&P не очень позитивная вот то есть по нефти вот такая ситуация в принципе посмотрим если закроется выше 92 то есть предпосылки что продлится восходящая динамика на Фордсе сейчас где тут у меня график значит на Фордсе бренд выглядит таким образом то есть как видите растут но топлива не для роста не дают то есть открытый интерес практически минимально изменяется то есть рост идет достаточно без топлива то есть контракты передают из рук в руки и скорее всего будет коррекционный какой-то момент на следующей неделе то есть нету никаких всплесков да как вот здесь у нас 17 числа перед ростом вот то есть поэтому это может вызвать скорее всего коррекционный момент но посмотрим то есть если удержит сейчас 105 106 даже 106 с половиной вот то вот видите начал потихонечку расти открытый интерес но еще не существенно вот то может будет рост если 105 106 с половиной удержит но топлива у роста пока не показывали то есть я предполагал что 19 числа будет опять набирать обороты открытый интерес но видно к нефти на форте открытого интереса нет ну я имею ввиду сильного всплеска то есть возможно на фьючерсах цемьей есть а вот но на форте почему-то люди не уверены дальше продолжение роста так а на сегодня все а и для димы специально си забыл значит си вообще сегодня то есть на этой неделе себя вел интересно вот у нас размещались продажки очень крупные на очень малом открытом интересе очень крупный объем разместили вот промежуток да вот этот вот естественно потом резко активизировалась игра на понижение открытый интерес начал резко расти вот у нас этот промежуток под конец вот открылись открыли продажи и не закрывали их до вчера вот как видите перед вечерней сессии вчера закрыли частично продажи и сегодня открытый интерес почему-то начал показывать как бы рост вроде открытия покупок но покупки как видите закрыли возможно это закрытие контрактов перед выходными но давайте отмечу диапазон относительно него уже смотрите как будет вестись открытый интерес в понедельник но в принципе как бы но ситуация не слишком там байерская потому что у нас есть минус развития которое было достаточно объемным то есть видите 19.07 были открыты объемные продажи то есть в принципе если 32 400 32 600 не пробьют на следующей неделе то будет продолжение нисходящей динамики вот но следите тоже за открытым интересом то есть это обязательно так как вспомогательный фактор то есть по направлению рынка вот все всем спасибо что пришли кто что прослушал не успел или не понял на ю тубе скоро будет это видео вот можете рассмотреть пишите скайп пишите на email вот не пропускайте новости все всем спасибо хороших выходных до следующего обзора до